За политической жизнью страны и своей республики Антонина Носова следит очень внимательно. Проблемы со зрением не мешают женщине ходить на голосование. Процедура в её случае всегда выглядела следующим образом. Ей зачитывали фамилии кандидатов или названия партий. Избиратель озвучивала, в пользу кого нужно отдать её голос в бюллетене. После направляемой рукой помощников избиратель ставил галочку в нужной строчке. Но такой способ голосования отныне в прошлом. Сегодня Антонина Владимировна смогла отдать свой голос самостоятельно по специальному трафарету со шрифтом Брайля. То, что для нас незрячих, то, что приобрели, вот это и по Брайлю почитали. Человек почитал то, что как мы не видим, и читаем по Брайлю. Ну и вот с помощью вот этой трафаретки, раз она накладывается на эту бумажечку, и мы можем, знаем уже, где за кого голосовать, мы уже по этой трафаретке можем в этой клеточке отметить себя. По сути дела, оно и нужно ходить голосовать. Моё гражданство, долг гражданства, как бы так, я понимаю. Сам бюллетень продуман до мелочей. На специальном трафарете шрифтом Брайля продублирован текст листа для голосования, где предлагаются отдельные варианты. Это, в свою очередь, позволяет сделать процесс голосования для инвалидов более комфортным, при этом сохранив его тайность. Постараюсь приходить на выборы каждый раз, отдать свой гражданский долг. Что сейчас сделали для нас приспособление для голосования, очень удобно. Посмотрел, сам почитал, сам отметил. Очень удобно. Теперь можно быть уверенным, что я проголосовал за ту парсию, за которую хотел. Такой удобный способ голосования по шрифту Брайля применяется на этом участке впервые. До этого использовали лупу или же помощь родных. Это удобно для инвалидов, потому что они могут прочитать. Все инвалиды по зрению оканчивали школу и пользуются именно Брайлем. Брайль – это самое главное для инвалида по зрению, потому что он им дал дорогу в жизнь. И именно на выборы, приходя, они имеют равные возможности, чтобы исполнить свой гражданский долг. Ну а тех, кто не смог прийти на участок, избирательная комиссия навестила на дому. К примеру, Антонина Шулятьева голосует прямо у себя в квартире уже не первый год. Женщина рада не только возможности отдать свой голос за будущее родного города, исполнив, как говорится, свой гражданский долг, но и такому вниманию. Так хорошо, что пришли на дом. Мне никого не просить, чтобы меня туда отвели. То с дочкой, то еще кто-то там поведет клуб сюда, и кто-то там пишет за меня. Сейчас, конечно, для судьбы это много значит, что сам прочтешь и кинешь, все сам можешь сделать. В этот день члены выездной избирательной комиссии посетили 8 человек. В основном это те, кто находится в тяжелом состоянии и смог самостоятельно дойти до участка. Для тех, кто не может проголосовать на избирательном участке, мы в составе комиссии выезжаем к ним на дом. В состав комиссии входит два человека, то есть я и еще один член комиссии. Люди предварительно связываются с нами. На пригласительных есть номер телефона, можно по номеру телефона, можно на избирательном участке прийти и сделать заявку. Всего же на этом избирательном участке зарегистрировано 1194 человека. Из них только около 100 инвалидов по зрению. И большая часть из них проголосовала в первой половине дня. В первой половине дня наблюдалось большее количество, была большая активность. Уже в середине дня, ближе к обеду, конечно, активности поубавилось. Но надеемся, что к вечеру подтянутся еще люди. Нарушений никаких не было по участку, незначительные были, ну, помощь родственников, там, если кто-то не мог сам поставить, либо не видел. И также выезжали на дом, также без нарушений все, без проблем. Такой тактильный метод голосования по шрифту Брайля будет использоваться на этом избирательном участке и впредь. Ведь для незрячих избирателей, как показала практика, это намного удобнее. Дарья Назарова, Заурлиев, Архиз, 24.